Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Всё для клёва». Сегодня очередная встреча с Владимиром, инспектором Одесского рыбоохранного патруля, который отвечает на многие вопросы, связанные с рыбалкой, с законами. И сегодняшняя тема видео, то скандальное видео, которое я снял на стараконом рынке, о том деде, который плёл сети. И хотелось бы узнать мнение специалистов, всё ли я сделал правильно, и какие моменты и нюансы связаны с этими сетями, которые продаются на стараконом рынке. Здравствуйте, Владимир! Здрасте! Расскажите, пожалуйста, своё мнение, как вы считаете, что там не так и что так? Ну, давайте, видел я это видео, будем говорить, скандальное маленько. Давайте мы его рассмотрим с двух ракурсов. Первый ракурс – это правовое поле того, что там происходило. У нас запрещенные орудия лова прописаны в двух нормативно-правовых актах. Первый – это правило любительского и спортивного рыболовства, в котором чётко указано, что для любительского и спортивного рыболовства запрещено применять колющий, электроток, в том числе и сетки. Без разницы какие, которые являются промысловыми. Все их виды, вот и такая сетка, как плёл дед, как мне показалось, это кастинговая сетка, это промысловое орудие лова, в народе называемое парашют. Всю часть, что он там её маленько не довязал. Думаю, всё-таки, что это была она. И второй нормативно-правовой акт – это правило промыслового рыболовства, в котором прописано, что сетки – это является орудием добычи рыбы для рыбаков-промысловиков. Вот. Вернёмся к деду. Всё понятно. Сидит дед, плетёт эту сетку. С точки зрения закона он как бы ничего не нарушает, потому что ответственности за изготовление именно промысловой сетки нет. Вот. Но у нас есть статья 52 с примечанием 1 «Закон Украины про животный мир», в которой чётко написано, что у нас запрещено изготовление, избыт колющих, режущих орудий лова, самопалы, клей для птиц, всё остальное, за исключением сеток, которые предназначены для промыслового лова рыбы. Вот. Ну, если послушать комментарий этого старика, который сказал, что он эту сетку плетёт для того, чтобы крыть птичку, если его слова «понимать» под словом «крыть», как говорят в народе, это «ловить её», то в данном аспекте это категорически нельзя делать, потому что это запрещено на законодательный уровень. Если он там под словом «крыть» имел в виду накрывать цыплят, то да, тут это разрешено. А теперь, ну, давайте будем так рассуждать логически. Вот. Понятное дело, что эта сетка быстрее всего плелась не для тех целей, о которых нам сказал этот старик. Вот. Все прекрасно понимают, что он плёл именно орудие лова, и дай бог, конечно, чтобы оно было продано промысловику. Хочу сделать акцент на том, что у нас применение кастинговых сетей на территории Одесской области, насколько я знаю, ни у одного рыбака-промысловика в разрешительных документах кастинговые сетки не прописаны. Соответственно, ими промысловики ловить рыбу не будут. Вот. Понимаю, что на вашем канале «Социум разносторонний», кто-то там будет говорить, что этот дедушка борется за свою жизнь, грубо говоря, пытается заработать дополнительные какие-то деньги. Но я вам скажу, люди его ремесла могут свои умения направить в правильное русло, потому что есть очень много рыбаков-промысловиков, которые нуждаются в таких услугах, которые этот дедушка может им оказать. Он может спокойно, так же само, только, естественно, не в общественном месте лучше это делать, а дома. Плести сети именно рыбака тем, кому это делать можно. Я имею в виду ловить этими орудиями лова. А плести их просто для того, чтобы в надежде, что кто-то придет, купит, и не обязательно промысловик, ну, я думаю, это не совсем правильно. Понятно, что с точки зрения законодательства привлечь старика или там других реализаторов за это очень сложно. Ну, фактически, я бы сказал, практически невозможно, потому что они действия законодательства не нарушают. Они не продают готовые сетки. Ну, в Айме не был зафиксирован случай продажи именно готовой сетки, он их просто изготавливал. Они продают просто материалы, все эти полотна, канаты, грузы, поплавки, для того, чтобы впоследствии те люди, которые имеют право этим пользоваться, могли себе обеспечить модбазу, так называемую, и ловить рыбу. И если откинуть все правовые аспекты и посмотреть просто с моральной точки зрения, вот, мне кажется, вы поступили где-то даже, может быть, и очень правильно. Потому что, если ваш визит, ваше общение достучится до каких-то моральных качеств этого дедушки, если он задумается о том, что у него есть дети, внуки, которые тоже хотят видеть рыбу в водоемах, возможно, ее ловить, и он перестанет заниматься этим и направит свои умения, как мы говорили ранее, в нужное русло. Вот, если хотя бы один из браконьеров не найдет, где купить подобное орудие лова, и не поймает им даже, пускай, ну пусть даже две рыбки, он сохранит, это уже понесет, я считаю, очень большие плюсы, не только для рыбаков-любителей, но для экосистемы в целом. Что хотелось бы еще добавить, уважаемые рыболовы, если вы становитесь свидетелями незаконной продажи запрещенных орудий лова, обращайтесь на телефон горячей линии, будем всячески стараться реагировать, будем привлекать правоохранительные органы, и будем с этим злом бороться. Друзья, вы были на YouTube-канале «Все для клёва» в рубрике «Одесский рыбоохранный патруль отвечает». Оставайтесь на нашем канале и знайте все новые аспекты и нюансы, связанные с рыбной ловлей и законодательством в этом аспекте.